Инвестиционный проект стоимостью 2 миллиарда рублей является пилотным не только для региона, но и для страны. По его успешности будет решаться вопрос о реализации подобных проектов в целом по России. Впрочем, жители Кировского района, а это без малого 130 тысяч человек, окажутся в выигрыше в любом случае. Меняются сети отопления, магистральные сети. Потом с домами, с ТСЖ, с управленческими компаниями заключаются энергосервисные контракты. То есть, например, на доме поставили индивидуальный тепловой пункт. Мы понимаем, что температура в доме будет комфортная, то есть не будет где-то слишком перетоплено, где-то холодно. Температура достигает правильных значений, нормативных. Это первый момент. Второй момент – экономия теплоносителя и, соответственно, снижение оплаты. Был принят во втором чтении порядок формирования тарифов на регулярные перевозки пассажиров городским транспортом. Вопрос вызвал множество дискуссий. Одним из камней преткновения стало предложение ввести в стоимость билета средства на внедрение электронного учета пассажиров. На комитете решили, что на это пойдет 3% от цены билета. Тем не менее, надо эту систему вводить. Мы должны иметь четкие, понятные данные по пассажиропотоку. И кроме как внедрения в эту систему, мы на сегодняшний день решить проблему не можем. Утвержденная на комитете система тарифов на проезд будет представлена на обсуждение депутатам городской думы. На следующей неделе, если они согласятся с этими параметрами, будет и высчитана новая цена на проезд в городском транспорте. Планируется, что стоимость, скорее всего, изменится уже 1 января 2016 года. Андрей Вылежнев, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».